Антикоррупционная служба по Западной Казахстанской области продолжает работу по снижению уровня коррупции в регионе. На прошедшем рейфинге были озвучены итоги работы за пять месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, статистика не изменилась. В департаментах было зарегистрировано 87 преступлений, 82 из которых коррупционные. Среди зарегистрированных коррупционных преступлений основную массу составляют факторы взяточничества. Это 73% хищения и мошенничества, 26%. Всего в производстве находилось 100 коррупционных преступлений, 62 из них направлены в суд. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил более 500 миллионов тенге. 99,2% от суммы уже возмещено государству. Наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано в отношении сотрудников органов внутренних дел. Учитывая не снижающийся динамик коррупционных преступлений, деятельность полиции, принятый ряд организационных и превентивных мер. Ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностных. Разработан и утвержден Акимов области комплексный план мероприятий по предупреждению и искоренению коррупции в органах внутренних дел региона. Ряд коррупционных рисков, связанных с недостаточным обеспечением патрульных автотранспортных средств, топлива и автомойкой уже устранены. Систематически проводятся профилактические мероприятия, мониторинги, семинары, лекции с участием общественности. В текущем году департаментом зарегистрировано 25 досудебных расследований по фактам дачи взяток и в посредничестве во взяточничестве в отношении 20 физических лиц. 8 из них уже осуждены. Так, в январе месяце к 7 годам лишения свободы была приговорена гражданка Багисова. Путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами трех граждан в общей сумме более 2 миллионов тенге. Яков для передачи должностным лицам Акимата городу Уральск за оказание содействия в ускоренном получении квартир в городе Уральск. Тем самым Багисова неоднократно совершила мошенничество и подстрекательство к даче взятки. В настоящее время проводится досудебный расследование в отношении гражданина Е, которая склонила ряд граждан к даче взятки в сумме от 800 тысяч до 3 миллионов тенге. О фактах коррупции можно сообщить в кулцентр по номеру 1424, либо в антикоррупционную службу 984720. В текущем году было поощрено 5 лиц на сумму 928 тысяч тенге. Продолжение следует...